Продолжаем нашу пресс-конференцию. Дмитрий Николаевич Чершев, главный тренер команды ШИН, теперь готов ответить на наши вопросы. Дмитрий Николаевич, первый итоги матча. Ну, боевая ничья, тяжелые боли. За бей-пенальти, наверное, была игра немножко строилась бы с другой стороны, но, по крайней мере, все равно ребята терпели. Соперник был, бьется за выживание, отдали, мне кажется, все силы тоже, так же, как и мы. Чего не хватило? Не хватило хладнокровия, не хватило хладнокровия, уверенности за бей-пенальти, и самое главное, очень много комбинаций, которые мы разыгрываем, которые мы готовим. Из всех этих комбинаций, может быть, наверное, ребята сделали две, и две были опасными моментами. Надо увеличивать эту работу, увеличивать, чтобы ребята играли более грамотно, более уверенно, и уверенность в себе, самое главное. Полузащита немножко не разочаровалась, играли слишком, старались играть в простой футбол, совершенно простой футбол, как говорится, почти в бей-беги, да, и свалились на игру немножко соперников. Мне кажется, здесь бы попыхлоднокровнее, если бы у нас были линии полузащиты, то больше бы моментов создали бы, естественно, смогли, наверное, забить. Ну, и еще раз повторюсь, все-таки пенальти, забить пенальти, может быть, игра-то была бы совершенно беда. Счет по игре на ваш взгляд? Ну, в концовку нас немножечко нагрузили после удаления. Команда соперника играла в более простой, более прямолинейный футбол, туда с навесами. Старались что-то нарезать нам борьбу там, плюс подборы старались сделать. Ну, хорошо у нас еще раз, говорю, грамотно сыграли наши игроки, как линия обороны, так и полузащиты не дали сопернику практически бить по нашим воротам. Таких уж прямо опасных-опасных моментов я, наверное, и не помню. Но это надо посмотреть, и после игры я уже когда смогу, как после просмотра, тогда уже смогу как-то оценить игру наших при обороне. Ну, команда соперника ауты, и плюс такая навязчивая, знаете, игра в зону штрафной, она довольно-таки опасна. Поэтому будем стараться продолжать дальше двигаться. Еще раз говорю, боевая ничья, прям реально боевая ничья, тяжелое поле, и будем стараться исправлять ситуацию, которая есть. Она на самом деле не такая плачевная, есть на чем работать. И я думаю, что в дальнейшем будем зарабатывать очки. То, что такой длительный перерыв был с предыдущего тура, как-то это сказалось в тренировочном процессе или игре? Ну, в тренировочном процессе он не сказался. Мы в субботу сделали, так как отменили игру, мы сделали двухстороннюю игру, и после этого дали ребятам два дня отдохнуть, а дальше практически работали в том же режиме. Естественно, конечно, двухсторонняя игра не сравнится с игрой в чемпионате, но все равно ребята получили ту практику и пробежали те километры, которые нам, в принципе, нужно было. Поэтому еще раз хочу сказать, что боевая ничья, ребята молодцы, старались, бились, бились до конца, даже в дистирон, на одного футболиста меньше, ребята показали зубы, характеры, были даже моменты, когда надо было, смогли, наверное, даже забить. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.